МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот истребитель стал настоящим бичом для американских фантомов во время войны во Вьетнаме. Их дуэль продолжалась на фронтах многих локальных конфликтов два десятилетия. Один из самых знаменитых самолетов мира МИГ-21 в фильме «Оружие». Исход воздушных сражений Вьетнамской войны повлиял на эволюцию взглядов авиационных теоретиков. Американцам стало ясно, что гибрид штурмовика и истребителя не является идеальным решением, и что ближние маневренные бои отнюдь не ушли в прошлое. В СССР, в свою очередь, сделали вывод, что двух ракет класса «Воздух-воздух» на борту истребителя явно недостаточно. И последующие модификации МИГ-21 были способны нести уже четыре такие ракеты. Поражение в воздушных боях над Вьетнамом заставили военное руководство США предпринимать неординарные меры. Для летчиков морской авиации в 1969 году была организована школа истребительного вооружения ВМС, известная как «Школа ТОП-ГАН». Здесь в течение пяти недель происходила интенсивная подготовка пилотов в условиях, максимально приближенных к боевым. Спустя 20 лет в Голливуде был снят фильм с одноименным названием. Главную роль в картине исполнил Том Круз. Очередной проверкой боевых качеств 21-го стал индо-пакистанский вооруженный конфликт, разразившийся в 1971 году. Эта война попала под пристальное внимание специалистов Микояновского бюро. Ведь в воздушных боях сошлись МИГ-21 ВВС Индии и Ф-6 ВВС Пакистана, он же МИГ-19 китайского производства. 21-му противостояли также Ф-104 «Старфайтер» американского производства и «Мираж-3» французской фирмы «Марсель Дассо». В боях с Ф-6 превосходство советского истребителя было бесспорным. Сбив 94 пакистанских самолета, индийцы потеряли 45 своих. В ходе столкновений со «Старфайтерами» индийские пилоты сбили две машины, сами при этом потерь не понесли. После завершения войны во Вьетнаме противоборство МИГов и «Фантомов» в небе не прекратилось. МИГ-21 и Ф-4 сходили с воздушных схваток над Суэцким каналом, в небе Синая, над Дельтой Нила и Сирией в 1973 году, в Ливане в конце 70-х – начале 80-х годов, в годы Ирано-Иракской войны 80-88 годов. С 1967 года МИГ-21 в рядах боевой авиации арабских стран начал противоборство с другим реактивным самолетом второго поколения – «Миражом» израильских военно-воздушных сил. Новый воздушный противник качественно отличался от «Фантома». Он относился к истребителям целевого назначения. Дельтовидное крылом, встроенная 30-мм пушка, неплохие пилотажные характеристики, тепловые ракеты обеспечивали «Миражу» эффективное ведение маневренного боя. Но израильский самолет уступал МИГ-21 скороподъемности и на горизонтальном разгоне. Этот разрыв увеличивался в диапазоне больших высот. Избыток тяги в умелых руках летчика позволял контролировать дистанцию до противника, быстрее сближаться или отрываться от него. Это было очень важно, поскольку длительное маневрирование с разворотливым «Миражом» не сулило ничего хорошего. Главным правилом стала серия атак с сохранением энергии, способности к дальнейшему ускорению. Если качество МИГ-21 как перехватчика полностью раскрылись во Вьетнаме, то в Октябрьской войне 1973 года на Ближнем Востоке он показал себя как отличный истребитель. В течение 18 суток войны над Голландскими высотами и Ливаном сирийские летчики провели 260 воздушных боев, в результате которых потери противника вдвое превысили их собственные. Помимо «Миражей» МИГ-21 встретился и со своим старым знакомым – Ф-4 «Фантом». Прословили очень массированные бои с участием более ста самолетов, например, над городом Эль-Мансура, когда израильские самолеты пытались разбомбить аэродром. Но кончилось дело тем, что, например, только «Фантома» было сбито 18 самолетов, а ПВО потеряло всего 4 МИГ-21. Октябрьская война 1973 года на Ближнем Востоке полностью восстановила в правах ближний маневренный групповой бой. Одиночный перехват, под который подгонялись характеристики реактивных истребителей второго поколения, остался лишь для ночи и облаков. Был еще успех в Ирано-Иракской войне, где иракские МИГи еще раз разгромили «Фантомы», на этот раз иранские. Ирак использовал свои МИГ-21 и в качестве истребителей-бомбардировщиков, в том числе для борьбы с иранским судоходством в Персидском заливе. Еще одной отличительной чертой того конфликта стали частые бои сверхзвуковых истребителей, с вертолетами, которые, ввиду высокой маневренности и малой скорости, справедливо считаются для них очень неудобными противниками. До самого последнего времени 21-й МИГ принимал участие практически во всех локальных вооруженных конфликтах, в том числе применялся во время операции «Буря в пустыне» и в ходе войны на Балканах. Опыт локальных войн на Ближнем и Дальнем Востоке вновь подтвердил огромное значение маневренных характеристик истребителей. Их улучшение стало ключевым направлением развития истребительной авиации в 70-е годы. Первым сверхзвуковым истребителем с маневренными характеристиками, соответствующими требованиям к самолетам четвертого поколения, стал самолет МиГ-21БИС, созданный в 1971 году, с некоторым опережением по сравнению с американскими маневренными истребителями Ф-15 и Ф-16. МиГ-21БИС — истребитель завоевания превосходства в воздухе. Длина 14,1 метра. Размах крыльев 7,15 метра. Максимальная взлетная масса — 8726 килограммов. Силовая установка — турбореактивный двигатель Р-25-300. Максимальная скорость — 2175 километров в час. Скороподъемность — 13500 метров в минуту. Практический потолок — 17800 метров. Практическая дальность — 1470 километров. Вооружение. Авиационная пушка ГШ-23Л калибра 23 миллиметра. Неуправляемые авиационные ракеты. Управляемые ракеты. Авиабомбы массой до 500 килограмм. За свою 50-летнюю историю МиГ-21 стал одним из самых известных и заслуженных боевых реактивных самолетов. Он до сих пор находится на вооружении армий многих стран мира. МиГ-21 прожил, даже не то слово прожил, живет большой жизнью. Он до сих пор модифицируется. До сих пор улучшаются его характеристики. Седов Григорий Александрович. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Генерал-майор авиации. Лауреат Ленинской и Государственной премии. Герой Советского Союза. В 1952 году первым в стране в горизонтальном полете достиг скорости звука. В 1970-1998 годах на конструкторской работе в ОКБ «Микояна». Главный конструктор МиГ-23, МиГ-27, МФИ. В процессе его жизни увеличилась тяга двигателя. С 3250 килограмм, которая была на Е-4, по сути дела, это был экспериментальный самолет Е-4, до 9900 на последней модификации самолета МиГ-21. Всего было создано 45 серийных и опытных модификаций истребителя. За годы серийного производства в СССР было построено более 10 тысяч подобных машин. Лицензионно он выпускался в Чехословакии и Индии. В Китае производится и поныне. Сегодня МиГ-21 модернизируется. Он получил современную авионику и вооружение. В частности, этим путем пошли в ЛВС Индии. Молодцы индусы, им удалось в прошлом и в этом году организовать условные воздушные бои с американскими F-15 в Индии, а в этом году с сингапурскими F-16. И там, и там модернизированные самолеты МиГ-21 показали себя вполне достойным при встречах с самолетами четвертого поколения, пилотируемыми опытными летчиками, ну, вроде бы с превосходной, так сказать, авиацией. За характерные очертания при виде сверху истребитель получил среди летчиков прозвище «Балалайка». Многие пилоты говорят, что это лучший самолет из тех, на которых им довелось летать. Статистика летных происшествий говорит сама за себя. Вероятность разбиться на 21-м в четыре раза меньше, чем на пассажирском лайнере. Миг-21 стал поистине эпохальной машиной для всей мировой авиации. Но время не стоит на месте. КБ Микояна Игуревича подготовила достойную смену лучшему истребителю второго поколения. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok